У меня создается такое предчувствие, что каждый раз, когда производитель пытается упростить нам задачу в плане нанесения макияжа, получается одна сплошная проблема. Но, тем не менее, я не отчаиваюсь, я стараюсь все-таки найти какие-то такие сумасшедшие продукты, вдруг хоть один из них работает. Пока, по-моему, у меня не получилось найти ничего подобного, но я не отчаиваюсь, как я говорю, и сегодня мы с вами будем тестировать стемпинг в макияж. У нас с вами здесь на выбор будет несколько стемпинг-вариантов теней, потом брови тоже мы будем оформлять с помощью стемпинга, и даже стемпинг-подводка у меня есть, поэтому давайте приступать. Принцип здесь заключается в том, что вы берете вот такие вот одноразовые полосочки, и все, что нужно сделать, это просто приложить эту полосочку к глазам, перенести тот узор, который вы видите на этом штампике, и потом слегка растушевать, это все, что нужно. То есть, таким образом вы построите сразу форму, то есть здесь форма уже готова. Я считаю это полным бредом, потому что, как визажист, я понимаю, что самое важное в нанесении косметики, это как раз правильное построение формы. Но вдруг это действительно упростит задачу, может быть, это создаст какую-то направляющую, а потом кистью можно уже чуть-чуть подкорректировать, и это, может быть, займет меньше времени, кто его знает. Ну, в общем-то, протестируем. Также у меня сегодня вообще ничего нет в бровях, я решила протестировать корейскую такую штучку, это тоже штамп для бровей, и как раз-таки насчет этого продукта у меня больше всего такое предвкушение, потому что мне кажется, что если даже оно не сработает на 100%, то эта штука может помочь создать, по крайней мере, одинаковую форму с двух сторон, потому что для многих это как раз самая главная проблема, не заполнить бровь, а заполнить так, чтобы было одинаково. Здесь тоже в комплекте вот такие вот штампики, и, соответственно, вы используете продукт, который тут тоже в комплекте идет, это пудра для бровей. Вы наносите на штампик пудру для бровей, прикладываете, и получаете идеальную форму, ну, по крайней мере, получаете какую-то направляющую, с которой дальше вы сможете работать. Что же касается подводки, то подводка мне здесь понравилась своим принципом, с одной стороны это обычный аппликатор такой вот фетровый, а с другой стороны, собственно, штампик. Штампики эти есть разных абсолютно узоров и рисунков, я выбрала с звездочками. Мне кажется, ну, конечно, в повседневном макияже это абсолютно неприменимо, но если вы делаете какой-то карнавальный, может быть, макияж, или для какого-то определенного события, может быть, для концерта, кто-то делает и сценический макияж, то есть, может быть, это пригодится, потому что не надо вырисовывать какие-то определенные моменты, можно просто штампиком так вот поставить и все. Ну что ж, давайте определяться, какие тени мы выберем. У меня здесь 6 вариантов, и каждый последующий хуже предыдущего. Это вообще, конечно, проблема этих штампиков в том, что здесь нет ни единого варианта, который вот действительно на 100% носибельный. Здесь все какие-то очень странные. То есть, вот этот, например, вот на подвижном веке темно-какой-то синий морской волны типа цвет, потом идет розовый в складке и потом белый вот такой вот под бровью. Я не знаю, на что китайцы ориентируются, когда они делают вот такие вот варианты. Здесь, ну, я вообще не знаю, что это будет. Это такой вот привет буфетчица из 90-х, то есть, чисто голубые такие глаза, большие голубые глаза можно сделать. Этот вариант тоже просто какой-то кошмар. Синий с таким вот кирпично-красным и опять-таки белым, таким вот просто белесым шиммерным оттенком под бровь. Ну, это кошмар. Вот этот, в принципе, самый такой вот один из самых неплохих. Вот этот вариант неплохо может смотреться на таких вот жгучих брюнетках. Им может подойти, мне, наверное, нет. Я, скорее всего, остановлюсь, наверное, на вот этом варианте, потому что он мне показался самым летним, наверное, да, таким вот... Ну, я не знаю, как его оправдать, короче говоря, но будем пробовать вот этот, потому что он самый наименее сумасшедший, наверное. Сам этот штампик выглядит как какая-то, как поролоновая подушечка тоненькая. И сейчас я попробую, насколько хорошо переносятся тени. Ой, слушайте, они очень хорошо, прям сразу, моментально переносятся на руку. В качестве базы я буду использовать Maybelline Color Tattoo. Создам такую немножко, как липкую базу своеобразную. И таким образом еще лучше приклеятся тени. Ну, по крайней мере, я себе так думаю. Эх, ладно, давайте приступать. Значит, сначала приблизительно прикину. Ну, отдаленно, может, напоминает форму моего века. Меньше слов, больше действий. Наверное, я как-то вот так вот лучше сделаю, чтобы не было заломов. Все, 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 дороги назад нет. Дороги назад нет. Дороги назад... Переносятся они очень насыщенно. Тени пигментированы просто на 100%. Я как раз-таки рассчитывала на то, что они будут менее пигментированы. Ладно, давайте пробовать, наверное, это все растушевать. Я, кстати, сейчас тестирую очень много разных вариантов кистей. Сейчас я вам покажу. Я у себя, на самом деле, забрала все дорогие кисти. И заставляю себя пользоваться вот только вот этими вот бюджетными. Хочу для вас сделать обзор потом каких-то кистей бюджетных, из бюджетного сегмента. И порекомендовать какие-то самые лучшие наборы, которые доступны вообще в принципе. Боже, я даже не знаю, с какой стороны подступиться к этому. Может, лучше на втором тоже глазу сделать, а потом все растушевать. Эх, была не была. И начинаем тушевать. Ребят, в общем, я, наверное, сделала максимум, что я могла сделать с этими тенями. Я их попыталась растушевать. Ну, я думаю, это очевидно. Вы сейчас видите, что с таким макияжем сильно не походишь по городу. Но, знаете, если сделать из этого хай-фэшн, одеть на модель какой-то красивый купальник, аксессуары и где-то в красивом тропическом месте ее сфотографировать, этот макияж пойдет на 5 с плюсом. Так, давайте теперь, наверное, сделаем подводку. Подводку сначала, сначала, что мы будем делать? Сначала, наверное, просто я сделаю обычную классическую подводку. Кстати, сама подводка здесь очень неплохая. Вот именно классический, да, вот этот аппликатор. Он влажный, легко наносится подводка как на голое веко, так и поверх теней тоже. И достаточно черного цвета все. Поэтому, как бы, жаловаться я на эту подводку не могу. Вот вы видите, да, насколько все просто, потому что абсолютно не тянет веко эта подводка. То есть очень просто вообще ей манипулировать. Что, попробуем как у Кэт Ван Ди сделать? Правда, у нее здесь куча маленьких тоже звездочек вместе с большими. А давайте попробуем, что нам уже на этом этапе терять вообще. У нее вот здесь вот, где у меня родинка, у нее здесь звездочка. Так, подброви у нее нет, надброви. Здесь вот, если бы у меня поменьше были, было бы красиво. Ну ладно. Остановимся на этом. Но, тем не менее, да, видно, что насколько хорошо работают эти звездочки. То есть все очень красивой формы. Вот придраться у меня абсолютно не к чему здесь. И осталась у нас с вами самая последняя, а именно брови. Здесь две вот таких вот, два штампика. Один для левой, второй для правой брови. Я не совсем уверена, правильно ли я подгадала с тенями для бровей. Потому что мне они кажутся очень холодными и очень темными. Скорее всего, они будут похожи на мой собственный оттенок бровей. То есть более такими серыми будут. И здесь, кстати, в комплекте тоже есть такая достаточно отвратительная кисточка. Но это намекает нам на то, что, в общем-то, мы делаем основную форму штампом. А потом немножко поправляем, как это было с макияжем глаз. И сейчас как в инстаграме, знаете, прикладываю. И у меня вообще просто идеальные брови, как будто с салона Анастасия Горрихилс вышла. Так, из-за вот этого пластика мне очень трудно увидеть, куда мне нужно направить. Мама, что я сделала? Берем эту ужасную кисточку. И пробуем исправить ситуацию. Здесь, что они зажали в комплекте, так это щеточку для бровей. Потому что она здесь явно не будет лишней. Ну что ж, с бровями я только что закончила. И вот основной вердикт, наверное, все же проще сделать брови абсолютно симметричными. Потому что я вообще не люблю абсолютную такую вот просто зеркальную симметрию, потому что это выглядит неестественно. Брови, ну как есть такая поговорка, брови должны быть сестрами, а не близнецами. Но если вы любите абсолютную такую вот точную симметрию, то с таким штампом однозначно проще ее сделать. Потому что, ну вот у меня получилось быстрее выровнять брови для того, чтобы они были вот прям вот практически близнецами. Ну что ж, свой макияж я закончила. Честно говоря, боюсь вообще говорить, на что это похоже, но я думаю, вы и сами это прекрасно видите. Я, наверное, за вами окончательное слово оставлю. И обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось, что вы считаете применимым в жизни, да, в реальной жизни, в повседневном нанесении косметики. А что вам кажется полным провалом. Напишите это в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Также пишите, пробовали ли вы что-то из стемпинг-макияжа и как вам понравилось, не понравилось, какие, в общем-то, были ощущения и какой у вас опыт. Подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. И на этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!